Зима, крестьянин торжествуя. Зелёная трава, солнце и птицы орут так, что кажется, что на дворе апрель месяц. Пойдёмте покажу вам посылочку от моей рукодельной подружки. Здравствуйте, дорогие друзья, гости, постоянные зрители моего канала. Спасибо, что вы сегодня со мной. Меня зовут Лена. И сегодня я хочу поделиться с вами своей радостью. Показать вам нежданный сюрприз, подарок, который пришёл ко мне сразу после Нового года от моей рукодельной подруги, от человечка, которого я очень люблю и всегда с большим интересом смотрю за её новостями, от девушки, с которой я очень много общаюсь и лично. И этот человек, не побоюсь сказать, что во многом мне очень близок, это Оля Калашникова. У неё тоже есть свой канал на YouTube. Если кто не знает, ссылочку я оставлю. И вот так вышло, что совершенно неожиданно я получила от неё вот этот вот новогодний подарок. Оля, спасибо тебе огромное. Надо вам сказать, друзья мои, что я не избалована подобного рода подарками от подписчиков или от рукодельных каких-то подруг. Тем ценнее для меня каждая вещь, которая положена в такой подарок. И тем больше моё желание поделиться с вами такой вот неожиданной радостью. Когда я вскрыла почтовый конверт, в нём лежал вот такой замечательный новогодний пакетик. Такой очень красивый, колоритный, яркий, праздничный, нарядный. И давайте мы с вами сейчас вместе посмотрим, что же из этого пакетика я извлекла. И первым делом я, конечно, достала вот такую чудесную открытку с поздравлениями рукописными с Новым годом и Рождеством. Я обожаю подобные вещи. Знаете, сейчас в наш век цифровых технологий видеть настоящее письмо, мне кажется, это невероятно ценно. Оля, я с огромной радостью и вдохновением прочитала твои пожелания. Спасибо тебе огромное за все тёплые слова. И эта открытка, конечно, будет у меня на долгую-долгую память таким вот маячком о нашем с тобой общении. И рядом с открыточкой лежал в пакетике вот такой чудесный набор. Это набор открыток с городом. Я помню в моём детстве, ещё тогда советском, вот такие наборы, они были очень распространены, продавались, мне кажется, везде и всюду. По крайней мере, например, моя бабушка, которая очень много ездила по различным курортам, она всегда привозила из поездки вот подобного рода наборы открыток. Мне казалось, что эта традиция практически утрачена, но вот в последнее время я с радостью наблюдаю, что такие наборы, такие подарочные открытки появляются всё чаще вот в магазинах с различными сувенирами. Как человеку, который очень любит узнавать много нового обо всяких местах, мне было очень интересно, конечно же, все эти открытки полистать. С достопримечательностями Курска. С какими-то памятными местами, с его какими-то новыми строениями, потому что я немножечко с этим городом знакома, заочно, можно сказать. Это было связано с моей работой. Ну вот теперь я имею возможность посмотреть на фотографии этого города и на многие достопримечательности. Кто не знает, если вдруг Курск является городом воинской славы, я думаю, что большинство моих зрителей знают, и даже если они очень молоды, то слышали о знаменитой битве на Курской дуге в Великую Отечественную войну, поэтому здесь очень много памятников, связанных с тем временем, и я с огромным удовольствием просмотрела эти фото, причем здесь не просто, не только фотографии, но и на оборотной стороне каждой открытки мы можем прочитать о том, что же на этой открытке изображено, когда, например, был установлен тот или иной памятник, историю. То есть, ну вот для меня это очень интересно и очень ценно. Оля, спасибо тебе огромное. Этот наборчик открыток первый за очень-очень долгое время, который я могу положить в свою коллекцию, потому что последний раз подобные наборы открыток я привозила еще из Москвы где-то в начале 2000-х годов, а теперь вот у меня появился и город Курск. Конечно же, не обошлось без сладостей. Вот такую коробищу конфеты вложила мне Оля, это ассорти, производство фабрики имени Крупской. Я обожаю шоколад, наверное, как и многие рукодельницы. Домашние меня тут же атаковали, но когда-когда? Давай побежим заварим кофе, на что я сказала нет. Как истинный хомяк, я буду есть это одна и в темноте. Шучу, конечно, но... Тем не менее, я вот оставила пока эту коробочку, она мне греет душу, знаете, я из тех людей, которым жалко подобные вещи распаковывать, потому что, ну вот съешь, и от них ничего не останется. Но, конечно же, в один из ближайших дней эти конфеты станут прекрасным наполнением к вечернему чаю. Оль, спасибо тебе огромное! А следом за сладостями я извлекла из пакета вот такой чудесный мешочек из органзы. Очень красивый, нарядный, праздничный. И в этом пакетике лежали вот такие приятные сердцу вещички. Сейчас мы с вами все достанем. Ну, во-первых, это мыло ручной работы. Вот такая вот чудесная шишка, красивенная. Мне очень нравится, как она выглядит. А запах просто вообще обалдеть! И три моточка вот таких ниточек. Оля знает мою страсть к меланжевым ниткам. И вот она мне положила такой чудесный моток меланжи. Вот эти два, по-моему, мультикалоры, если не ошибаюсь. Потому что здесь не только переходы в рамках одного цвета, но и уже переходы из одного цвета в другой. Замечательные ниточки. Я как раз перед Новым годом шерстила, так сказать, свою коллекцию скачанных схем. Я очень много скачивала в свое время монохромных таких схем, которые можно исполнить в нитках ручного окрашения или в нитках секционного окрашивания. И они придают таким дизайном особую прелесть. И вот я надеюсь, что я обязательно эти ниточки использую для подобных рукоделок. Еще одним приятным дополнением стал крем для рук. Бархатные ручки. Я его уже попробовала. Он очень здорово смягчает и мгновенно просто впитывается. Просто моментально. Очень понравилось. Оля, спасибо тебе огромное. Зимой это, конечно, актуально как никогда. Особенно в нашем климате, потому что климат у нас очень сухой. Мы относимся, в принципе, к зоне полупустынь. Поэтому у нас очень часто бывает такое, что зимой морозы могут доходить до минус 25, к примеру, а снега нет совсем. Земля стоит голая. Поэтому моментально сушит руки, моментально сушит кожу лица. И вот увлажняющие крема это зимой просто must-have, что называется. Спасибо тебе огромное. Ну и, конечно, куда же без рукодельного подарка. Я, когда достала этот набор из пакета, я поняла, что я просто обязана вписать его в свои рукодельные планы 2018 года, какими бы они мне не представлялись. Потому что это вот такая красота. Это новинка от Reolis. 2017 года разработка. Я не знаю, как называется этот сюжет. У меня в распоряжении только артикул 1689. Размер готовой работы будет 18 на 24. И вот такую красоту я очень-очень хочу вышить в этом году. Просто я очарована вот этим пейзажем. Вроде бы ничего в нем такого нет. Но вы знаете, здесь такая мягкость переходов. И настолько этот дизайн залит солнечным светом. Вот каким-то ощущением таким. Вот эта синева вдалеке. Почему-то мне кажется, что это именно морское побережье. Такой разгоряченный июльский полдень. Тихий домик, застывший где-то на берегу. И это именно то время суток. Такое, знаете, самое жаркое. Когда люди укрываются, чтобы переждать вот эти несколько часов палящего солнца. И вот как раз в этот момент сделана эта зарисовка, так скажем. Очень интересный дизайн. Я, конечно, покажу его подробнее, когда буду начинать. А думаю, что начинать я его буду достаточно скоро. Здесь множество материалов. Во-первых, я впервые держу в руках набор, в котором предполагаются смешанные нитки. То есть здесь есть и мулине анкор, их здесь 19 цветов, и шерсть акрил, их здесь 7 цветов. И плюс еще к этому в этой работе будет использоваться двух видов бисер. Посмотрите, вот здесь хорошо видно, что бисеринки пришиваются вот на этих цветочках. Видно также, что на обложке именно фотография отшива, что очень ценно, я думаю. Художник Анна Петросян. Вот такой замечательный набор. Вот я вам сейчас покажу ниточки. Вы посмотрите, какое роскошество цвета. Ну, это просто высший балл. Оля, спасибо тебе огромное. Ты меня вот, правда, невероятно порадовала вот этим набором. Это один из тех дизайнов, на которые ты смотришь, когда вот именно воочию видишь. И только тогда ты можешь оценить, насколько он будет замечателен в отшиве. Здесь никаких сомнений нет, результат будет превосходным. Мне очень нравится вот эта мягкость цветов. Мне безумно нравится вот это вот небо в полукрест. Видно сразу, что здесь есть бленды. Ну, в общем, очень-очень красивая разработка. И, наверное, этот набор придет на смену моему натюрморту, который я сейчас вышиваю в совместном проекте Dolce Vita. Кстати, если кто-то о нем не слышал, я оставлю ссылочку. Это совместный проект, который я запустила 1 января. Длится он будет год. Поэтому я жду всех желающих, кто захочет присоединиться и вышивать себе сладкую жизнь. Итак, друзья мои, такой вот замечательный сюрприз я получила в первые дни Нового года. Надеюсь, что и вы порадовались вместе со мной. Еще раз огромное спасибо тебе, Олечка, за такой вот нежданный подарок. Ну, а на этом сегодня у меня все, друзья мои. Всем спасибо, что были со мной, что посмотрели это видео, что порадовались вместе со мной. Если кого-то заинтересует информация о совместном проекте, я оставлю ссылочку под этим видео. Проходите, знакомьтесь с участниками, вступайте со своими работами. Я буду очень рада видеть вас. Всем я вам желаю удачи, легких крестиков, хорошего настроения. Всем до встречи на моем канале и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok